Продолжение следует... На самом деле мы ее делали изначально исключительно по заявкам, конечно же, наших производственников особо, потому что тема горячая, больная, но получилось так, что мы давно ее планировали, еще с ноября месяца, со всеми говорили именно с точки зрения, чтобы технологии были и прочее, все прекрасно, а до дела дошло и начинают люди отваливаться. Причем отказываются не просто так, что там я заболел, я не могу. Мне вот один из последних спикеров, который я пригласила, она говорит, о чем мы можем разговаривать, о какой экологии вообще, о каких технологиях про экологию, когда столько газа в атмосферу выпустили, когда сделали, и никто за это отвечать не хочет. И по факту мы очень долго разговаривали с нашим оператором, который тоже обещал сначала прийти и рассказать, а потом делегировал свои функции другому спикеру. И в результате у нас, я боюсь, что будет скорее не совсем технологическое, но мы постараемся все-таки придерживаться технологического стандарта, потому что кто бы что ни говорил, на самом деле, когда только экоповестка еще получилась, это лет, по-моему, 12 уже назад, я помню, мы были в Милане на выставке, они этот assistant table презентовали, и сидит рядом со мной итальянец, который в Италии делает футболки, говорит, ребята, у меня по этой технологии такая цена будет, что у меня никто ничего не купит. И я просто разорюсь и закрою, я пошел, все, мне ничего не надо, я даже слушать не хочу. И в принципе это действительно проблема, это все серьезно, и мы когда собирали мероприятие, в том числе в рамках российской недели текстильной легкой промышленности, у нас даже было мероприятие на тему, кто заплатит за экоповестку, кому, зачем все это нужно, после чего пришла пандемия, начали говорить, что да, вот это все глобализация, это плохо, надо все делать на местном уровне, потому что логистика, собственно говоря, все нарушает, и вот экологии больше всего вредит. Ну и куда мы в результате всего этого приходим, абсолютно совершенно непонятно. Проблема в том, что сейчас в России на самом деле и технологии есть, и компании есть, которые в том числе и текстильные отходы перерабатывают, и вторичный рецайклинг полиэфирных молокон, это все существует, все это делается, все это работает, но не так, конечно, в том объеме, как нам надо, потому что надо нам много, надо нам очень много, вот Елена потом про это расскажет, что нам надо, вот, и как из этого всего выпутываться. Поэтому мы тут скорее все-таки поговорим несколько о том, как нам в этой экологической повестке, которая сейчас есть, потому что как бы мы ее понимали, что она сейчас уже не совсем уместна, когда куча других вопросов, куча других проблем, но жить-то нам все равно на этой планете в результате, и как-то хочется, чтобы мы не превратились в страны на юго-восточной Африке, Азии, когда ты подходишь на пляж, а у тебя там вся вселенная, и Африку, куда текстиль скидывают, и нам сколько уже обещали, что за то, чтобы выкидывать текстиль в общий мусорный ящик, нельзя категорически, что надо собирать его, по-другому это все делать, так, по-моему, ничего не сделали в результате. Вот, поэтому я представляю наших спикеров, у нас сегодня очень интересный состав в моем понимании, потому что это самые мужественные женщины, которые в наше время согласились поговорить про экологию. Это Елена Гельманова, владелец бренда Triartex, эксперт в области трудновоспламенимого кекстиля. Это вообще прямо бомба. Давайте поблокируем Елене. И Варвара Кононова, директор по развитию компании WoW PAX. Упаковка на самом деле для экологии, это прямо вот самое больное, правда? Ну что, мы начнем тогда с Варвары. Варвара, вы готовы? Да, я готова. Можно, пожалуйста, мою презентацию включить? Я буду сейчас с вами разговаривать не только о том, как надо перерабатывать, еще что-то. Это достаточно сложная тема, но мы поговорим скорее о том, как в рамках своей компании мы можем и повзаимодействовать с экологией, чтобы улучшить ее, как мы можем это использовать в рамках маркетинга и с помощью того, что мы помогаем миру еще помогать своей компании продавать, и, собственно, как это сделать и что на это может повлиять. Можно следующий слайд? А кликер у нас был? Есть? Есть. Он не у меня. Спасибо. Собственно, экология – это не только то, как мы производим, но то, как мы распоряжаемся тем, что мы произвели, потому что… Не ту. Вот это. Да, и насколько она вообще значима, и что мы можем с этим сделать, как я уже говорила. И, собственно, какие компании у нас есть, примеры тех компаний, которые, в принципе, изначально делают свою стратегию, пользуясь как раз экологическим позиционированием. Вы можете даже сейчас там себе в голове представить какие-то… И я уверена, что что-то вы себе придумаете, что у вас какая-то ассоциация будет. Я сделала пример. Это пять компаний, которые бросаются в глаза. Все мы их знаем. Да, вкус вилл – это у нас продукты. Синергетик – это то, что всякая бытовая химия и химия для волос… Ой, химия, да, уходовые средства. Сплат – это зубная паста. Тести кофе – это те, кто производит кофе. У них есть очень прикольная штука, которую вообще никто еще не сделал, кроме них. Они из упаковок из-под своего кофе производят одежду и сумки, что в целом является вторичным использованием. Ну и, собственно, H&M, который уже давным-давно собирает одежду и пропагандирует это миру и говорит, приносите, приносите, вот мы будем перерабатывать. Варвара, можно я немножко нагажу про H&M? На самом деле, когда они первую машину свою поставили, мы как раз разговаривали с экспертами из нашего любимого Рео Плеханова. Не Плеханова, а Косыгина, господином Плехановым, который недавно он составил, к сожалению. Он сказал, что хлопковая моль значительно быстрее справится с той функцией разделения. Да, хлопка и пыль эфира, который презентовала та машина. Ну, как бы в любом случае они это используют в маркетинге. Вот ключевое слово. К сожалению, большинство компаний не делают всего того, что они обещают, но они рассказывают об этом людям, и когда это масштабируется и рассказывается, и об этом говорят, то многие люди начинают задумываться об этом в любом случае. То есть даже если компания полностью не выполняет свои обещания, то говоря людям о том, что, пожалуйста, давайте сдавать одежду, пожалуйста, давайте собирать крышечки, давайте там еще-еще-еще что-то делать, люди начинают об этом задумываться, они просто выкидывают все в одно место, и там даже те же сейчас авоськи, которые были 50 лет назад в Советском Союзе, они сейчас возвращаются, чтобы не использовались полиэтиленовые пакеты. Вот. И, собственно, мы сейчас поговорим о вкус Вилли и Синергетики. Это две компании, которые изначально выстраивали себя как экологические компании, да, и, собственно, что они делают для того, чтобы… Варвара, секунду, я просто вам напортила, но я еще и помогу. На самом деле, в чем права Варвара, что некому поколению, да, продукта, одежды и любую другую вещь вы просто не продадите, если не будете говорить, что мы заботимся об экологии. Да, про это мы тоже говорим. Потому что, да, этот молодняк, который растет дальше, он просто вообще не будет покупать ваши ручки, если они не вторичные, к примеру. Если на упаковке написано слово «эко» или если не написано слово «эко», там, где написано, соответственно, скорее всего купится, чем где вы просто не написали, хотя внутри абсолютно одинаковый состав и пачка абсолютно одинаковая. Про написание мы потом поговорим, про экономный или экологичный. Ну, все равно про это нужно думать, когда мы продаем, и хотим ли мы продавать, и кому, собственно, мы хотим продавать. Потому что в стратегии компании это используется. Собственно, синергетик на сайте компании, у них есть отдельный блок. Это то, как они помогают экологии, помогают или не помогают, это уже как бы не наша забота с вами. Мы сейчас говорим о том, что они говорят, и то, что они пытаются там показать или показывают, или реально делают, так как мы там не работаем, мы 100% не можем знать, это просто то, о чем они говорят. Они делают сам продукт, который они делают, он биоразлагаемый. Они говорят, что у них вся упаковка биоразлагаемая. У них есть такая штука, что если ты заказываешь на сайте, и курьер привозит тебе их продукт, вы можете сдать те продукты, которые вы уже использовали, обратно им эти упаковки на переработку. То есть таким образом они помогают людям думать о том, чем они пользуются и как они это используют. Они производят продукт в больших упаковках, в больших тарах, что тоже очень важно, потому что большая тара, меньше пластика, больше продукта в нем. Чем больше у нас маленьких баночек, тем, соответственно, больше пластика и меньше в нем продукта, и мы тем самым больше загрязняем среду. И, собственно, на сайте они это показывают. Они во всех своих социальных сетях, всех рекламных компаниях, везде-везде-везде говорят о том, что они экологичные, о том, что они заботятся о природе, и то, что давайте покупайте у нас, и, собственно, будете с нами вместе помогать этой природе процветать дальше, и что мы не умрем вот как где-нибудь в залежах всякой вопластика и текстиля. Ну и, собственно, вкус вилл, да, это помимо того, что он рассказывает о том, как он заботится о природе, то, что они там ставят собираторы крышечек, собираторы одежды, бутылок пластиковых и так далее, и так далее, и платят еще за это баллы. То есть они помимо того, что просто людям говорят, вот можно сдать, вот можно это принести сюда, они еще их поощряют тем, что они дают там 25 копеек, ну, бонусов вкус вилла, и как бы люди такие, а что прикольно, 4 крышки сдал, рубль скидка. Это тоже очень сильно их мотивирует, да, к сдаче вот этих всяких отходов, да, на второсерье. И, собственно, помимо того, что они говорят о том, что мы заботимся об экологии, они еще пропагандируют здоровый образ жизни, что тоже немаловажно, в принципе, в экологии, да, чтобы есть полезную еду, что полезная еда готова, может быть доступна для каждого человека, и что, начиная с себя, мы как бы можем сделать экологичным себя и экологичным в окружающую среду. И, собственно, опять же, весь маркетинг этой компании выстроен на том, чтобы сделать здоровыми людьми всех вокруг. Ну, они, по крайней мере, об этом говорят, да, мы можем только так сутить. Варвара, извините, я тоже немножко добавлю, есть наша, ну, именно наша отраслевая компания называется Cotton Club, они производят, ну, много косметики тоже в том числе, но у них в том числе есть товары, которые именно текстильной легкой промышленности, это ватные палочки и прочие, вот они тоже тут выпускают палочки, которые уже без, ну, бамбуки, без пластика, они тоже вот позиционируют себя как экологическая компания, и на самом деле это им реально помогает, у них объемы растут просто со страшной силой. Я просто знаю, что у меня даже сын отслеживает, мама, ты купи, пожалуйста, палочки Cotton Club, мне другие не нужны. Да, потому что это так же, как, например, посуда одноразовая, да, есть посуда пластиковая, которая продается в магазинах каждых, а есть посуда из переработанного пластика, либо бамбука, есть деревянная посуда, да, которая лучше подлежит переработке в принципе. И зачастую, как уже правильно сказали, современная молодежь, она очень сильно на это смотрит, она смотрит фильмы про загрязнение, они смотрят фильмы про то, как в океанах умирают животные, потому что просто они там глотают эти трубочки, которыми мы пьем коктейли, и они думают о том, чтобы они были там бамбуковые, либо бумажные, либо еще какие. И, собственно, правильная позиционированная тема экологии, да, то, что написано на слайде, приводит к узнаваемости этих брендов, потому что они очень сильно работают над тем, чтобы они выглядели так в глазах других людей. Но, конечно, лучше, чтобы они еще и на самом деле это все делали, да, и были ответственны к окружающему миру, но тут мы уже, к сожалению, не узнаем на 100%, исполняют они свои обязанности или нет, но мы, как ответственные граждане этого мира, мы можем, собственно, как это слово забыла, помочь миру, короче, помочь мы можем, и не загрязнять его по мере возможности, да. Ну и, собственно, есть исследования в интернете, если погуглить, там миллион, миллион, миллиард статей, что люди, про то, что, опять же, мы уже говорили, что огромное количество людей будут предпочитать либо перерабатываемую упаковку, либо экологичную, либо ту, которую можно повторно использовать, да. И, опять же, мы, как уже говорили, экология – это не только то, что ты можешь купить и взять, и переработать, да. Экологичное использование может быть во всем, потому что, например, когда работает завод, очевидно, что мы, к сожалению, не можем от выбросов никуда деться. Как бы мы ни хотели, только если у нас будут руками кто-то что-то делать и не использовать вообще никакую технику. Но сами мы понимаем, что это, к сожалению, невозможно. Вот. Экологичность – это тренд, и ему стоит уделить внимание, если вы хотите расти в продажах и дальше, дальше, дальше развиваться. И, собственно, про упаковку, да. Так как наша компания занимается упаковкой, мы хотим донести до людей, что упаковка – это не только то, что мы просто складываем, и нужно это только на момент транспортировки, да. Это то, куда мы можем вносить много-много смыслов, начиная от позиционирования бренда. Потом мы туда можем вкладывать то, как мы хотим, чтобы люди нас видели и, собственно, запоминали. И также, что упаковка может быть экологичной, и помимо того, что она экологичная, мы можем донести до людей, как ее сделать экологичной для них самих, да. И я несколько примеров, критериев экологичной упаковки расскажу. Это, собственно, возможность многократного использования, о чем мы говорили. Если это коробка, да, то мы можем говорить людям о том, что не надо выкидывать коробку, а вы можете, я не знаю, отрезать на нее крылышки и дома ее использовать как органайзер, и это будет уже повторное использование, и дома вы будете ей каждый раз, там, какое-то долгое время не выкидывать. Еще также, если мы делаем красивую коробку, да, то человек с вашим логотипом, например, человек еще каждый раз, залезая в шкаф, будет видеть то, что это вы, вы, он у вас покупал, и потом он придет и купит это еще раз, потому что он у вас, вы будете у него на виду. Переработка, да, это про то, что мы уже говорили, это перерабатываемые материалы. Конечно, там, те, кто занимаются экологией, знают и расписывают много, что, например, повторное использование намного экологичнее, чем переработка, например, деревьев или там бумаги, каких-то вот палочек. Ну, ушные палочки, понятно, что два раза мы не будем использовать, но, например, крафтовый пакет, он менее экологичный, чем полиэтиленовый, который можно использовать несколько раз. Но, опять же, если мы используем такую упаковку, можно говорить о том, что ее можно сдавать. Если это бумажная упаковка, мы можем ее сдавать на переработку вместе с другой макулатурой. И об этом стоит рассказывать людям и использовать это в своих каких-то маркетинговых решениях. Биоразлагаемость, да, это то, что, собственно, если мы выкидываем, и оно гниет на помойке, чем быстрее разлагается, тем лучше. Как бы это, думаю, даже объяснять не стоит. Всем и так понятно, что это значит. Легкость упаковки, да, она должна быть легкой, она не должна быть громоздкой, тяжелой, потому что мы любой товар, который производим, мы его транспортируем. И чем меньше и легче упаковка, тем меньше затрат на логистику, тем больше мы можем за один раз перевести этого товара. И, собственно, там по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и две машины, например, или один самолет уже не полетел с вашим товаром, и мы сократили выбросы в природу. Сокращение количества материалов, да, это чем меньше, опять же, упаковка, тем мы можем ее делать не громоздкую, не лепить на нее что-то, не использовать там пакет в пакет в пакет в пакет, там в зависимости, да, в разных ситуациях. То есть это тоже в каждом направлении можно продумать, как это сделать. Отсутствие вредных веществ, да, это тоже то, что сейчас поколение Z очень сильно пропагандирует в своем окружении. Ну, уже альфа, наверное. Уже, наверное, альфа, уже не Z. Ну, да. Нет, я думаю, что и те, и те, потому что, мне кажется, лет до 35 точно, а то и может и больше, у нас же даже стали популярны эти бессульфатные шампуни, все, что у нас есть экологическое, оно в приоритете, даже если это стоит дороже, а то и в разы дороже. И если ты говоришь, что вот, это классный шампунь, он сделан, я не знаю, там, из корня репы, но он будет стоить в 50 раз дороже просто потому, что он экологичный, человек его купит, потому что это тренд, как мы уже и говорили, и сейчас об этом очень много думают, хотя не факт, что это… Ну, примерно то же самое с тикселем, да, потому что мы говорим, что вот у нас чистый хлопок, вот 100% чистый хлопок, трогаю, да, чистый. Ну да, но как бы тут тоже с текстилем есть вопросы, потому что мы знаем, что чистый хлопок или чистый лен, он, например, намного сложнее… А чистая шерсть вообще неносибельна. Да, вообще неносибельна, но опять же, мы можем же разное писать, смотря как… На самом деле, я, кстати, вот хочу сказать, на самой какой-то степени, вот все-таки экологический вопрос в пиаре, он чаще всего приводит к не совсем адекватным решениям, я бы так сказала. Если человеку один раз наврать, то вот это поколение альфа, оно потом уже не поверит никогда. Но можно же не писать, что там 100% шерсть, а что мы используем минимум каких-то… Ну вот, собственно, да, вот маркетинговых ходах нужно точно-точно думать о последствиях. Обманывать нельзя, да, если мы обманываем людей, мы потом ничего не продадим, если они раскусят. Но опять же, вот мы берем шерсть, да, тот же вариант. Вы такие, сделаем суперчистый экологичный продукт, сделаем шерстяной свитер. Все такие, вау, круто, покупаем шерстяной свитер. Его надевают один раз, и что потом происходит? Его в жизни никто не наденет, потому что он колется. Никому неприятно носить вещи, которые колются. И, собственно, ее выкинут, и это не будет экологично. Но если мы добавим туда немножко, как это называется, материал, который добавляет… Короче, какую-то синтетику, которая будет делать приятную, да, то человек это будет носить намного чаще, он будет этим пользоваться дольше. Возможно, если оно сохранит какую-то форму, он еще и кому-нибудь отдаст там… Да. Ну, то есть разные варианты. Но просто мы не будем писать, что да, он стопроцентная шерсть. Мы напишем, что мы используем экологические материалы в большей степени. Да, и когда мы используем экологические материалы, дальше уже никто читать не будет. Но обманом это не является. Поэтому тут нужно соблюдать баланс. И это очень-очень важно. Эстетика и простота, да, это тоже про что нужно не забывать, потому что чем страннее, стремнее, да, как выражается молодежь, наша упаковка, тем, собственно, меньше ее будет использовать. И если даже вы придумаете какую-то упаковку, которая там будет потом, я не знаю, органайзером, шкафом, косметичкой или все что угодно, но она будет выглядеть ужасно, ей никто не будет пользоваться, ее выкинут. Вот. Поэтому, когда вы продумываете, как будет выглядеть ваш товар и в чем он будет приходить, об эстетике и простоте и то, что сейчас в тренде современно, стоит задумываться так же, как и обо всем другом. Вот. И, собственно, примеры, да, именно повторного использования упаковки, как можно, что можно сделать с упаковкой, чтобы там с обычным пакетом или с чем угодно, чтобы люди им пользовались, и как при продажах мы можем говорить самому человеку, который купит, использовать, да, этот товар. Вот, например, это кофта какая-то или что-то запихнуто в пакет, да, мы можем взять самый дешевый пластиковый пакет, который помнется, будет выглядеть ужасно, и 100%, когда его оттуда достанут, этот пластиковый пакет выкинут. Но, например, мы берем, как с правой стороны, у нас такая пакетик косметичка, да, и, собственно, наносим туда лого, либо какой-нибудь рисунок современный или все что угодно, добавляем колечко на зиплок, и это уже получается косметичка. И, собственно, если мы там продаем кисти для макияжа, это можно говорить, что вот вы можете это использовать как косметичку в дорогу, либо мы продаем купальники, мы можем это использовать как кейс, в котором мы идем в спортзал, и потом мы можем класть мокрый купальник в этот же пакет обратно, и, собственно, пользоваться им много-много раз. И также, опять же, вы делаете дополнительную ценность товару вашему. Вы даете, как бы, помимо того, что вы дали просто купальник, вы такие, о, я вам еще даю классную косметичку, в которой можно носить, и покупатели это ценят, и плюс это экологично. Собственно, еще, например, с диплок-пакетами, если мы продаем одежду, или текстиль, или какие-то пледы, все что угодно, мы можем говорить о том, что это отличная упаковка для хранения товаров, либо для переездов. Например, пледы мы летом не используем, но если они будут валяться у нас в шкафу или где-нибудь под кроватью, они будут пылиться. И, собственно, этот пакет может являться чехлом, который не будет давать запылиться ваши вещи. Либо, опять же, органайзеры в чемоданы. Очень удобно складывать эти вещи, когда мы летим куда-то, и они в чемодане делают намного меньше хаоса, который там случается, когда кидают чемоданы в аэропорте, к сожалению. Или вот такой вот мешочек со шнурочками. Он может быть полиэтиленовый, может быть из Евы, может быть из ткани. В зависимости от того, что вы продаете. И, опять же, в спортзал мы носим кроссовки, либо ребенку, мы продаем детский товар какой-то, например. И в садик собрать вещи, либо вообще все, что угодно придумывать, в зависимости от того товара, который вы продаете. И, соответственно, вот это то, на что влияет продуманная упаковка. То, что мы с вами сейчас проговорили, это все как бы важно. На этом я закончила. Спасибо большое, Варвара. На самом деле я хочу немножко добавить. Вот лично у меня здесь вот есть пример. Это блузка российского производителя, которую я купила на Озоне. Там было написано, что мы упаковываем наш товар с заботой о природе. Я получила эту блузку в сумочке. Она была вот сшитая, из нетканного материала, с молнией, с ручками. Я полгода документы в этой сумочке таскала. Была страшно довольна, еще одну майку купила у них. Да, вообще отлично. Спанбонд еще есть такой материал, который похож на ткань, но при этом он не рвется. Вот, собственно говоря, у нас тут присутствует у нас на форуме пришел Владислав Иванов, компания Термопол. Ват, мы не будем вытаскивать тебя на сцену, мы знаем, что ты устал. Но они производят массу потрясающих материалов, в том числе, которые, да, вот, да, которые, холофайбер, наш, да, индустриальный партнер нашего форума в этот раз. И они тоже производят массу вещей, которые полезны, и в том числе и в этой среде, потому что для того, чтобы правильно доставить товар, должна быть еще мягкая упаковка. И с этой точки зрения, думаю, вы еще не продумывали распространение своего товара, но мы это решим. Елена, ну что, я думаю, что как раз вот Елена сейчас объединит технологические вещи, которые у нас существуют, вот как раз сделать нашу сессию более технологичной. Вера, я хотела единственное спросить. Вот вы получили упаковку в косметичке, а на ней не было озоном, черным фломастером написано какое-нибудь слово, наклеены вот эти неодирающиеся. Там был сверху еще один пакет, на этом было наклеено все вот это. Да, просто я к тому, что очень часто, поскольку ребенку тоже берем с Вайлбереса много вещей, то вот эти красивые пакеты, нужно тоже вести какую-то разъяснительную работу, что ли, с ними, да, они берут фломастером этим черным, не смывающим. Нет, там был сверху еще один пакет, на котором было все наклеено написано. Получается, вот эту красивую упаковку нужно еще в один пакет, чтобы ее сохранить, для того, чтобы ты ее потом многоразово использовал. К сожалению, озон, ну, например, озон, он в принципе упаковывает еще сам. Аккуратно. Ты сам упаковываешь товар, и он упаковывает сверху. Но можно использовать какую-то переработанную сверху упаковку, ну, из переработанных материалов, да. А внутри остается красивая, и ваш бренд, собственно… Ну, мы не будем пиарить Валбереса. Озон у нас там стоит, а с Валбересом у нас никак-то не складывается. Валберес тоже не очень. Прежде всего, Вера, спасибо огромное, что такую тему поднимаете, и, в общем, спасибо, что все пришли, потому что мы действительно думали, что никто не придет. Вот Варвара сказала, что это тренд, что это, что у нас еще, маркетинг, да. А я говорю, что это просто благотворительность. То есть это чистая благотворительность вложения средств в то, чтобы либо отработать проект, либо его пиарить, либо запустить, поскольку общество наше не до конца готово. Государственная поддержка, чтобы вот эту добавочную стоимость экологичности нам компенсировала, да, ничего этого нет. Влад тоже может, может быть, потом подтвердить, как они запускают свой проект экологии. Ну, я расскажу про наш, поскольку здесь, наверное, мало кто знает, что такое трудновоспламеняемые ткани, кроме членов ассоциации АТР и нашего тоже партнера Термопола. То есть мы занимаемся очень узконаправленной темой. Это полиэфирные ткани, которые сделаны из модифицированного полиэфира. Это полиэфир, который никогда не воспламенится. То есть это интерьерные ткани. В принципе, они логичны к применению везде, и в частном секторе, и, понятно, и в общественном, и в транспорте. Но пока в нашей стране удается их только, как говорится, прорекламировать и применить там, где контроль пожарных свойств интерьера достаточно требовательный. Да, это транспорт, это железонарожный транспорт, метро и гостиничные сети, причем, скорее, международные российские сети подтянулись к применению таких материалов, но сейчас при уходе международных сетей, возможно, будут пересматривать свои бюджеты, поскольку как пожаробезопасность, как экологичность, это все добавочная стоимость, потому что это действительно те технологии, которые требуют определенных вложений. Это материалы более высокого технологического цикла производства. Поэтому мы, в общем-то, в ограниченном сегменте, но даже, я думаю, мы единственные, кто в обивочном, ну как это, в компании, кто занимается обивочными тканями, портьерными тканями, вообще занимаемся переработкой и вообще этой проблематикой. Ну и так, обо мне, поскольку мы 21 год уже на рынке, и действительно я основатель компании, это наш бренд Triartex, это самый крупный бренд на сегодня в России, который такую коллекцию имеет и на складах, и работаем с заказными коллекциями, и два года назад мы начали производство в России. Мы привозим полиэфирс, его импортируем, и, собственно говоря, на наших фабриках, в том числе представленных здесь, производим свою коллекцию вот этих трудновоспламеняемых тканей. Поскольку преподаем Строгановки и Косыгина, у нас есть, в общем-то, обратная связь с тем поколением молодежи, которые, в общем-то, как правильно было сказано, поддерживают переработку, и в нашей коллекции есть ткани, которые сделаны от 51% переработанной нити из пластика. Ну, на сегодня это самая простая технология, берется пластиковая бутылка, расплавляется из нее, вытягивается, собственно, нить, и дальше добавляются антиперены, и получается в том числе наша ткань. И маркетингово, конечно, эти ткани привлекательны, но по цене это на 40% дороже, даже чем вот наша стандартная коллекция. Ну, и также мы участники отраслевых консорций Косыгина, где как раз две недели назад на форуме Косыгинском российский экологический оператор докладывал о строительстве завода по переработке, я дальше про него расскажу. И, в общем-то, мы делали тоже доклад. Также мы члены мебель. Почему, опять же, мебель? Поскольку закон в России по применению труднооспламенями мебели на общественном сегменте пока у нас в непонятном состоянии, вот мы сейчас работаем над тем, чтобы, я всегда все жгу, чтобы запомнили, возможно, кто-то и домой захочет такую мебель. То есть мебель в общественном объекте не должна воспламениться вот так. То есть ни ткань всплыхнуть, ни поролон, как самое опасное в мебели материал, который тут же дает отравляющий газ, они должны воспламениться от любого источника возгорания, будь то телефон, который лежит на зарядке, и произошло его воспламенение, любой гаджет, это сейчас большая статистика, так и, собственно, сигареты, спички и так далее. Ну, нашу историю я не буду рассказывать, достаточно глубокая, поскольку мы внедрялись и в транспорт, и в авиацию, и в гостиничные сети, и в производство матрасов. Кстати, я совсем забыла, нужно же было пригласить мистера матраса. Это единственный производитель матрасов, который поставил у себя в шаторе сбор пластика, который этот пластик перерабатывает в доп-наполнители для матраса. И вот только сейчас у меня пришла идея, мы также с ними делаем матрасы с невоспламеняемым топером. Ну и по статистике, которая взята с, собственно, вестника химической промышленности, это про то, что мы говорили, всё-таки зачем будущее? За хлопком или за полиэфиром? Будущее за полиэфиром. Конечно, за полиэфиром. Он называется уже не просто полиэфир, он умный полиэфир, поскольку он может в себе соединять свойства и воздухопроницаемости, и влагоотталкивания, и уже с тепловыми определёнными свойствами. Так вот на сегодня по статистике производство тканей для одежды, мебели, декоративки, ну, в принципе, тканей, не считая технических тканей, это 75% у нас идут искусственные, и, собственно, остаток идёт, сколько там у нас получается, 25% – это хлопок. В искусственных у нас 57% – это чистый полиэфир, ну и остальное уже идут модификации или, ну да, модификации из полиэфира. Поэтому однозначно хлопковое производство останется очень дорогим и, в общем-то, нецелесообразным. С точки зрения экологичности, вот мы говорим, натуральные там шерсть, хлопок, экологичные материалы, это мы говорим с точки зрения нашего восприятия, что если я одеваю что-то хлопковое, у меня тело дышит, да, хлопок саморазлагающийся и так далее. Но на производство хлопка уходит воды, ну не буду сейчас говорить, статистику тоже добыли подключить, но значительно больше используется воды. Химикаты те же используются с водой, которые также поступают в почву, умываются, и, в общем-то, сказать, что эти материалы с точки зрения производства экологичные нельзя. Это, собственно, и говорят, что то, что говорят, и как есть по факту, это то, что у нас об этом не говорят. Экохлопок – это вообще огромный миф, и на самом деле после выращивания хлопка остается соленая пустыня. Ну и мы сейчас знаем, какая проблема с реками Амурдарья, Сырдарья, что, в общем-то, реки катастрофически мелеют, и производство хлопка в Узбекистане постоянно вот на таких качелях под рисками. Ну, единственное плохое в синтетике, что разложение ее порядка 200 лет, при разложении выделяются элементы, которые используются в производстве. Ну и, опять же, фонд «Второе дыхание», наверное, вот мы тут здесь за всех, и за фонд «Второе дыхание». Они на самом деле все говорили, что они готовы, но они все делегировали Елене. Да, да, они молодцы, и, конечно, то, как изначально начинала их деятельность с мусора, с забора мусора, с помоек, с привлечения бомжей для сортировки, с превращением в ветошь, возвращение на секонд-хенд, конечно, это колоссальная работа, и команда молодцы. На все их не хватает, и наше взаимодействие с ним было в том, что мы предложили переработать наш полиэфир, вот этот полиэфир со штор, который, возможно, можно как бы в дальнейшем использовать. И получился неплохой опыт, то есть вуали переработали. У нас был брак на складе, и мы, собственно говоря, отдали на переработку, получили вот такие ручки, на них написали, раньше я была шторы. И, в общем-то, этот маркетинговый ход у нас пошел в мир, и только спустя несколько лет раздачи этих ручек у нас был первый отклик, я по нему немножко дальше расскажу. Вот, собственно, как выглядит переработка, то есть это есть определенная машина, то есть наша вуаль ушла в превращение ее вот в этот агломерат, то есть это механическая перетирка материала, много идет отхода в виде пуха или какой-то там такой фракции, не перерабатываем, и дальше идет вот уже литье этой ручки. Ручка многоразовая, поэтому, собственно говоря, можно использовать. Вот это все, естественно, вложение, все благотворительность, эти тысячи ручек, собственно, у нас пошли в раздачу. Ну, как бы срок изготовления, да, то есть есть минималка, потому что вы должны аппарат этот загрузить, понятно, это не одна штора. То есть, в общем, есть свои ограничения. И, наконец-то, отклик от Меркюра Арбат. Оснащали мы этот отель в 2009 году, и вот спустя, это я еще про износостойкость высококачественной синтетики, что через 13 лет отель только приступил к замене то вуалей, не портьера, а основной вуалей. И вот сейчас мы забираем, собственно, эти вуали и будем перерабатывать в ручки, возвращать брендом Меркюрс. Также раньше я была шторой для гостей отеля. Я думаю, сопричастность к такому захочет почувствовать каждый гость. И, в общем, опять же, такие, как бы, достаточно вложения и отеля, и наши. Ну и следующее, естественно, куда мы пошли, это огромное количество чехлов, которые используются у нас на скоростных поездах «Ласточка». Их удалось переработать также в ручку. Здесь уже маркетинг сапсана, просто забота о природе. Получаются ручки, естественно, либо серого, либо черного цвета. Здесь, к сожалению, с дизайном работать сложно. Единственное, что я видела у фонда второго дыхания, вот эти желтые сумки Яндекса, вот они действительно получаются относительно цветные. То есть желтые ручки. Остальное все, конечно, это будет, скорее всего, желто-серый вариант. Ну и на сегодня мы ищем партнеров, с кем можно отработать литье ложечек, литье плечиков, поскольку это более-менее массовый товар, который можно внедрить в сеть РЖД для того, чтобы хоть как-то сделать этот проект рентабельным, сложно сказать, но хотя бы отбить какие-то вложенные средства. И вот та коллекция с переработанным пластиком, о которой я говорила, это достаточно красивые ткани. Это и димауты, и блэкауты, и рогожки, и легкие портерные ткани. Но, конечно, смесовки с обычным трудновосправлением полиэфиром, они имеют эластичность, они имеют дизайн. Конечно, и 100% переработанного пластика сделать пока ткань невозможно. И наша мечта изначально была, почему мы начали заниматься этой темой, переработать шторы в шторы. То есть переработать ткани так, чтобы дальше получить ту же нить с теми же свойствами, из нее соткать ткань. Но на сегодня это очень сложный процесс. И, как уже Вера отметила, российский экологический оператор, с которым мы провели тоже на днях встречу, рассказал о том, что они собираются строить завод по высокотехнологичной сортировке и переработке. И уже в рамках данного завода планируется вот та самая химическая утилизация, которая по их планам даст возможность производить непосредственно волокно, непосредственно полиэфир, и вот лиоцел они еще хотят получать, которые в дальнейшем можно пустить в производство тканей для одежды и тканей для интерьерки. Поэтому ждем, ждем, что вот этот цикл переработки, он будет экономически эффективный, оправданный. А на сегодня пока это вот такая экологическая маркетинговая тема, и она, собственно, стоит, как я уже сказала, в той добавочной стоимости, поскольку даже переработав из чехлов РЖД и запустив это в качестве замены канцелярской ручки на сеть, кто-то должен компенсировать разницу между обычной ручкой китайской, которая куплена за 50 рублей, в эту разницу, которая из переработанного уже материала идет на 40-50% дороже. Но будем надеяться, что данный завод даст какие-то новые возможности, и мы, конечно, очень ждем вот этого cradle-to-cradle, то есть переработку в реальном смысле, переработки, превращения в тот же товар. Потому что пластик мы можем превратить в бутылочный пластик, а текстиль, синтетический текстиль на сегодня мы, к сожалению, переработать так не можем. Ну да, вот мы приглашали на эту сессию лаут-рецайклинг, компанию, которая у нас в Иваново работает. Они сначала очень много раз выступали, много рассказывали. Сейчас говорят, что мы расскажем, у нас все то же самое. У нас как все есть, так и есть, рассказывать нечего. Но на самом деле эта тема очень важна. Спасибо большое Елене. В принципе, очень важна тема переработки текстильных отходов. Потому что сейчас, если кто-то был на открытии на пленарке, на нашей российской текстильной неделе, там презентовалась стратегия развития отрасли до 1935 года. И там как раз шел большой упор на производство нетканных материалов, технического текстиля и развития швейной отрасли. Чтобы там кто бы не шил, либо швея, либо робот, но все равно отходы будут обрезки нитей, обрезки ваты, вот эта пыль при производстве любого волокна. Это все отходы, это все надо собирать. Это все надо как-то перерабатывать, куда-то девать. Потому что жить на мусорных терриконах, хотя вот если Москву посмотрите, любой вот наш район по факту построен на помойке в том или ином виде. Либо на кладбище, либо на помойке. Та же Фрунзенская набережная, раньше была помойка до царя еще. Ну при царе, да. И смысл в том, что человек, хочешь не хочешь, нам надо думать об этом. Поддерживает государство, не поддерживает. Маркетинговый ход, не маркетинговый. Мы все время, когда учились в советское время в институте, у нас был очень интересный преподаватель. Вот я вам сейчас расскажу, именно у нас была экология первый год, это вот тогда кончился Советский Союз, началась Российская Федерация, и у нас был первый год экология, нам преподавали. И он нам был такой диссидент с бородой, курил трубку, и он сначала нам говорит, я вам расскажу, как положено, потом расскажу, как у них, а потом расскажу, как есть на самом деле. И вот когда ты составляешь вот это все подряд, эту цепочку, и ты понимаешь, что мы по какой-то степени преступники. Вот есть такой юмор, что жизнь – это особо опасная болезнь, передающаяся исключительно половым путем. Мы сами портим себе, собственно говоря, все, что можем. И рассказы, что там хорошо – это тоже обман. Там тоже плохо. Плохо везде. Мусор есть везде, человек везде оставляет за собой след, не только углеродный, к сожалению. Вы знаете, очень хороший мультик есть «Вайо». Я знаю, кто смотрел. Про робота, который единственный остался на планете, его функция была мусор складывать в квадратики, в кубы, да, и ждать, когда прилетит кто-то, и мусор этот собрать. То есть на планете людей нет. А потом он росток нашел. Вот это любимый мультик моего сына, он года в три ходил вот так вот по квартире, мусор собирал. Ну, на самом деле, вот поколение наше, оно все равно нас воспитывает. Я хочу сказать, что люди привыкают ко всему хорошему, да, может быть, дольше, но все равно привлекают. Вспомните, когда появились первые стеклянные автобусные остановки. Они были все разбиты, они были все изгажены и списаны. Но прошло же это время. То есть человек, видя, как меняется мир вокруг, он тоже становится другим. Так же, как переработка и сбор раздельного мусора. Я очень хочу раздельно сдавать мусор. Но я не могу этого делать. Я сдаю раздельно. Я мучаюсь, но ищу эти баки, которые периодически почему-то у нас утаскивают из района. Нет, у нас баки не утаскивают. Я живу в Подмосковье, практически ближайшая. Подмосковье у нас есть большая корзина для сухого мусора. Что-то такое я не могу понять уже 4 года. Есть же компания, которая забыла, может быть, кто-то напомнит, которая не приезжает в такси. На самом деле, это все в наших руках. Это все в наших руках. Просто, вот, к примеру, та же самая Московская область. Я знаю, что есть частная компания, которая в дачные кооперативы готова привозить большой бак и собирать стекло. Есть. И это опять-таки то же самое. И с производителями, переработчиками и прочим. Если нужно сырье, нужны бутылки, не жди, пока тебе государство организует этот сбор. Я знаю много компаний, которые сами ставят эти пандоматы. И, как называется, каждый человек кузнец своего счастья. Хочешь жить ответственно? Живи. У меня дома лежит пакет с батарейками. Я никак не могу добраться, куда бы их выкинуть. Я тоже выкидываю батарейки. Ну, кстати, вот вы все говорим, ну, да, в смысле, и перекресток, между прочим. Они тоже собирают и щетки, и зубные батарейки, и крышечки. Мы просто сейчас все говорим о том, что это благотворительность. И я согласна, что, к сожалению, у нас пока не настолько сильно поддерживается. Но так как мы говорим сейчас о владельцах компании… О осознанности, да? Да, как бы, ну, в любом случае, когда ты руководишь компанией, ты такой, благотворительность хорошо, но мы считаем деньги, и сильно много денег не хочется как бы в это вкладывать, потому что все-таки мы работаем для того, чтобы заработать денег, а не для того, чтобы все отдать. Это как бы очевидное и нормальное желание любого человека. Но, как я вот изначально говорила, про маркетинг, это то, как мы можем компенсировать вот эту вот благотворительность, которую мы тратим, да? То есть если мы пропагандируем, если вот классный пример про секонд-хенды, это же суперкрутая идея какой-нибудь компании, которая занимается продажей одежды. Есть кто-то, кто одежду продает здесь? Или здесь все такие? Производственники. Есть. Вот, например, да? Это же как именно вариант какого-то такого стартапа, который я, например, не видела у нас в России нигде. Принесите нашу одежду. Да не обязательно нашу. Принесите любую одежду, сдайте ее нам, и, собственно, получите скидку, одежду, все что угодно, чтобы... Я раскололю тайну. Мне кажется, чем или кто-то... Нет, у нас есть мальчик российский, Вадик Мерлис, он дизайнер, он запустил целую компанию, он скупает бэушную одежду и шьет из нее новую. Вот, он шьет, а можно сделать секонд-хенд. Типа мы ее обрабатываем и продаем повторно. Ну вот второе дыхание у него, у них уже магазин. Вот это очень круто. Нет, а вот перешивать это вообще круто, потому что это по факту получается новая вещь, потому что секонд-хенд это все равно... Я была в европейских секонд-хендах, и у нас это все равно некий такой все-таки слеганца трэш. А у нас этого трэша делает по факту новые клевые вещи, и реально за ними в очередь народ ломится. Мы сначала обалдели. Просто это не масс-маркет. Это не масс-маркет. Он свои пиджаки продает, извините, по 7-15 тысяч. А это пиджаки из каких-то вот из мусора по факту. О чем и речь. А так, если делать секонд-хенд, то у нас, к сожалению, Россия не самая богатая страна, и у нас не так много людей, которые за 15 тысяч такие, я готов носить пиджак за 15 тысяч. Увы, нет. Ну, мы пиджак за 3 тысячи, если он, извините, через 2 дня сдохнет, не готовы носить. Воспитание поколений. Воспитание поколений. У нас много кто ходит в секонд-хенд, и это достаточно, у меня просто недалеко, я работала в одном месте, был рядом секонд-хенд, огромный. Это просто этаж. Вы не представляете, сколько там людей? Я не ожидала, честно. Ну, при том, что я знаю, когда-то я была маленькая, все туда ходили, а сейчас я думала, что уже никто не ходит. Но, как оказалось, и молодые, кстати, тоже. Да, у нас есть вопросы к нашим спикерам? Я думаю, что… Да, мы можем долго рассуждать. Я просто хочу, на самом деле, немножко подвести итог, когда только появился этот термин «су-стабилити», его все переводят как «устойчивое развитие». Я считаю, что это не совсем правильно, не совсем по-русски. Мы, когда я еще работала в АИФе, в модном магазине, мы это переводили как «ответственное отношение». И я считаю, что этот термин подходит больше. И поэтому, как мы к себе самим будем ответственно относиться, так и будем жить. Поэтому экологические технологии, а мы вот буквально перед этим сейчас разговаривали, у нас была сессия по искусственному интеллекту. Мы прилепились к конференции по искусственному интеллекту. И там тоже было очень много рассказано о том, что не надо бояться нового, а экологическое отношение, это в том числе новое, слегка забытое, старое, но все равно новое. И вот эти новые технологии, которые каждый год нам приходят, что-то приносят, когда из какого-то мусора можно сделать вещь, которой можно пользоваться, и не оставлять дальше то, что мы продолжаем делать каждый день. Поэтому будем все ответственными, у нас, по-моему, все получится. У нас такая страна чумовая, мы все можем. Мы очень быстро развиваемся. Я очень всех благодарю наших зрителей, самые устойчивые зрители на всей конференции, потому что досидели до конца дня, вот этот зал уже закрывается, а там еще есть немножко интересных мероприятий. Спасибо. 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 Спасибо.